Китайский конкурент Tesla наращивает обороты. Baidu создала 7-нанометровый чип для автопилота и показала свой первый робомобиль. Boston Dynamics показала новые трюки робота Atlas. Nvidia создала цифровую копию своего руководителя. Об этом и многом другом прямо сейчас. Я желаю вам приятного просмотра, подписывайтесь на канал. Ну а мы начинаем. Китайский производитель электромобилей Xpeng готовится вдвое увеличить объемы производства. С учетом растущей конкуренции со стороны местных производителей и компании Tesla, которая уже завоевала немалую долю китайского рынка. В Xpeng заявили, что увеличат производство со 100 тысяч машин до 200 тысяч экземпляров в год. Завод открылся только в прошлом году и находится в южной китайской провинции Гуандун. Расширять производство компания намерена за счет строительства новых мощностей. Ранее в этом году Xpeng анонсировала сотрудничество с городом Ухань для создания новой производственной базы. Конкуренция на рынке электрокаров в Китае продолжает усиливаться по мере того, как вызов Xpeng негласно бросает все новые китайские компании. Конечно, одним из самых главных конкурентов остается американский производитель электромобилей Tesla. И еще одна интересная новость из Поднебесной. Китайский поисковый гигант Baidu долгое время развивал технологии автоматического управления транспортом в сотрудничестве с другими компаниями, включая местных автопроизводителей. На этой неделе он продемонстрировал собственный прототип робомобиля, который способен перевозить пассажиров без участия водителя. О перспективах его серийного производства ничего не сообщается. Подобными концептами любят интриговать самые разные компании. Прототипы используются для демонстрации технологических возможностей. Но для Baidu это в большей степени взгляд на эволюцию сферы пассажирских перевозок. В чем можно не сомневаться, так это в использовании для создания подобных авто фирменных процессоров Kunlun, которые разработаны подразделением Baidu. Заметим, что недавно началось производство второго поколения этих ИИ-чипов по 7-нанометровому техпроцессу. Второе поколение процессоров Kunlun превосходит по производительности первое в 2 или 3 раза. Данные чипы имеют довольно широкое применение. Помимо робомобилей их используют для ускорения различных облачных вычислений. Компания Boston Dynamics опубликовала несколько новых видеороликов, демонстрирующих возможности ее двуногого робота Atlas. В одном из фрагментов два робота Atlas показывают, как они способны справляться с гимнастическими упражнениями. Они ходят по наклонным поверхностям, прыгают, преодолевают ступеньки, балансируют, совершают кувырки. В другом фрагменте поясняют, как роботы достигают таких результатов. Atlas это по сути исследовательский проект. Это передовая машина, которая помогает инженерам компании разрабатывать более эффективные системы контроля и восприятия. Это исследование включает в себя в том числе работу с гимнастическими упражнениями и паркуром. По сравнению с предыдущими гимнастическими упражнениями робота, сегодняшние возможности примечательны. Движения робота временами даже выглядят немного человеческими. В общем, компания не перестает удивлять своей динамикой. Двигаемся дальше. Компания NVIDIA рассказала, что апрельская презентация GTC 2021 была очень необычной, хотя этого, судя по всему, никто не заметил. Суть в том, что часть презентации вел ненастоящий Дженсен Хуанг. Компания рассказала и показала, как создала цифровую копию не только своего несменного руководителя, но и его кухни, которая за время пандемии уже стала привычным местом проведения таких онлайн-мероприятий. Крупнейший авиаоператор Бразилии Азул объявила о долгосрочном соглашении с немецким стартапом Lilium, специализирующимся на разработке и втол-аппаратов. Авиакомпания купит партию из 220 электро-аэротакси Lilium Jet и обсудит совместный запуск коммерческого сервиса авиаперевозок к 2025 году. По данным источника, сделка оценивается в 1 миллиард долларов, примерно по 4,5 миллиона долларов за один аппарат. Азул собирается применить перспективную концепцию Lilium на практике. Авиаоператор будет использовать крупнейшую клиентскую базу Бразилии для продвижения технологий Lilium и интегрирует работу и втол-аппаратов Jet в свои проекты. Предполагается, что аэротакси будет доставлять клиентов Азул из аэропорта в центральные районы крупных городов. Это поможет добраться без пробок, вовремя и быстро прибыть в аэропорт. Кроме того, Lilium Jet может стать эффективной альтернативой традиционным бизнес-джетам при перелетах на небольшие расстояния. Напомню, что Lilium Jet – это небольшой аппарат с одним местом для пилота и шестью местами для пассажиров. Аэротакси разгоняется до 280 км в час, летает на высоте 3 км и может преодолевать расстояние в 250 км. По заявлениям разработчиков, малые габариты Jet позволят ему использовать небольшие вертипорты и выделенные участки на территории аэропортов. Международная команда ученых разработала защитную ткань-трансформер, которая способна менять свою внутреннюю структуру. Она напоминает старинную кольчугу. Частицы материала расположены близко друг к другу, что позволяет блокировать внешние механические воздействия. Разработчиками ткани являются ученые Сингапурского, Наньянского и Калифорнийского технологических университетов. Доцент Ван Ифань рассказал, что на создание материала команду его коллег действительно вдохновило устройство древней кольчуги. Отдельные элементы ткани в форме октаэдра печатают на 3D-принтере из нейлона и соединяют в кольчугообразную структуру. Полученный материал инкапсулируют в пластиковую оболочку и уплотняют воздействием вакуума. Подобный метод повышает плотность упакованных элементов и позволяет частицам интенсивно контактировать друг с другом. Вследствие чего жесткость структуры возрастает в 25 раз. Испытания дали следующие результаты. Ткань смогла удержать груз в 1,5 кг или в 50 раз больше собственного веса при натягивании ее на плоский предмет. В исходном состоянии структура ткани деформировалась на 26 мм при сбрасывании на нее небольшого стального мяча. Материал подбросил мяч за счет перехода структуры из мягкого состояния в жесткое, что деформировало ее всего лишь на 3 мм. В последующих опытах нейлон заменили на алюминий, в результате чего жесткость материала стала намного выше, чем в случае с нейлоном. При этом нейлон и алюминий имеют одинаковые характеристики мягкости. Ученые считают, что металлическая версия подойдет для изготовления пуленепробиваемых жилетов, экзоскелетов и адаптивных медицинских шин, меняющих параметры жесткости по мере восстановления костной ткани. На этом я буду заканчивать, дорогие друзья. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забывайте ставить мощный лайк этому выпуску. Обязательно подписывайтесь на канал, рекомендуйте его своим друзьям и жмите на колокольчик. Оставляйте комментарии внизу под видео и не забывайте подписываться на все наши полезные ресурсы. Ссылки вы найдете в описании. Ну а на этом я прощаюсь, с вами был как всегда Андрей. Всем хорошего летнего настроения, друзья. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok